Ну что ж, ребятки, я в принципе зашел как бы в игру, вышло обновление, давайте посмотрим, что вообще добавили, никакого списка нету, поэтому походу просто будем смотреть, изучать, что в принципе добавили. Как бы время пол седьмого утра, 39 человек онлайн, то есть, ну реально обнову только вас скачал, только зашел. Не забывайте, ребятки, вводить мой промокод полканов на любом сервачке до пятого уровня, за него получите 300 тысяч. Мы нажимаем крафт, аксессуары и здесь появились в принципе новые аксессуары, то есть, новые очки появились, новые маски, там панамки, новые крылья, это рюкзаки с вот таким вот экранчиком. Короче, ребята, на цех, получается, плавленный тоже добавили вот такую тему, то что вы можете как бы сдавать мусор и за это получать различные ресурсы, там пластик, который в принципе нужен как бы для крафта. Каждый раз, когда вы сдаете мусор, повышаете свой уровень. Чем выше уровень, тем больше разных предметов вы сможете получить. В донате тоже произошли изменения, добавили чертеж усиленное улучшение аксессуара, то есть, стоит оно 400 майзингов. Используя этот чертеж, если предмет уже улучшен на уровень х5 и выше, то при удачном улучшении не будет разрушен, а улучшения останутся нетронутыми. При удачном улучшении прибавит плюс 2 к эффекту неуровня аксессуара. По наборам появилось, получается, вот два новых набора. Как я понимаю, да, два новых набора появилось. Для новичков ничего не поменялось. То есть, здесь вы получаете Subaru Impreza RX STI с однотонным фиолетовым неоном, желтыми фарами и покраской градиентом. Желтые фары это что-то новенькое, то есть, видите, у него фары прям такие желтые-желтые. То есть, это, видимо, какой-то новый вид тюнинга, как я понимаю. И также вы получаете анимированный аксессуар-рюкзак Neon Drive. То есть, это вот такой вот рюкзак, на котором есть тоже такой экранчик. Стоит набор 15 тысяч, кстати. Также есть новый набор аниме. Одежда Gavor Gura. Анимированный аксессуар, рюкзак аниме. Стоит это все чудо 10 тысяч амазингов. Ребята, я извиняюсь за свой голос, потому что, сами понимаете, утро. Я поспал 2 часа всего лишь, потому что около 4 утра только написали о том, что будет обнова. А я собирался ложиться спать. Поэтому я лег спать, завел будильник, проснулся, как бы, и для вас записываю видео. Поэтому, пожалуйста, просто прожмите лайки. Давайте на этом ролике наберем 200 лайков. Я вам буду максимально благодарен. Как бы мы спешить не будем. Сейчас аккуратненько посмотрим полностью обновление. К сожалению, как я и сказал, списка как бы нету. Но, будем сейчас потихонечку все это искать. Я уже знаю то, что тюнинг-центр это уже новый бизнес. Обвесов нету в СТО. То есть, теперь обвесы будут в новых бизнесах, ребята. То есть, не в СТО. Не знаю почему. Какого хрена. Потому что, логично было бы их добавить в СТО. То есть, вот в Батырево тюнинг-центр находится. Я, на самом деле, в этом плане очень расстроился. Потому что, мне, как владелецу СТО, реально неприятно. Как бы, есть СТОшки. Там есть и занижение, и тонировка. Там есть все. Зачем просто для обвесов добавлять новый бизнес? Я вот это вообще не понимаю. И то есть, сейчас вы обвесы не сможете поставить. Его нужно купить, блядь, для того, чтобы обвесы поставить. То есть, я свою сейчас им пятую не запиздую, понимаете? Я, блядь, эту обнову просто ждал очень долго. Я очень хотел обвесы. Я не могу этого сделать, понимаете? Я не могу. Потому что этот бизнес, блядь, не куплен. Короче, ребята, Батырево не узнать вообще, понимаете? Я только что проехался, ебать. Я, как бы, сонный еще. Я в ахуе просто, блядь. Где я нахожусь? Это, получается, новый рынок Батырево. Оно огромное просто. Это, во-первых. Во-вторых, оно красивое просто. Очень все красиво выглядит. Максимально красиво просто. Я в ахуе. Мне, как бы, денег нету. Я лавку не арендую. Так, а не вообще арендовать, в принципе? Вот, арендовать можно, как бы. То есть, реализованно все тоже очень даже неплохо. А здесь склад, на котором вы можете, как бы, забрать, я так понимаю, предметы там. Забрать купленные предметы, забрать продаваемые предметы, торговый счет. А изменить вывеску, отметить свой павильон на карте. Не, кстати, нормально, чтобы не проебаться. Не, ну реально очень красиво. Просто я проехался, я реально охуел. То есть, все очень сильно поменялось. Ну что ж, ребятки, я как бы узнал, ребят, то, что все-таки в СТО что-то добавили, а именно новые диски. То есть, вот мы можем наблюдать. То есть, вот новые диски можно поставить. Вот новые диски. То есть, меня все-таки услышали, реально. Они, наконец-то, добавили новые диски. То есть, вот такие, ох, ебать, а ты шо? Вообще песня, я вам говорю, ребята. То есть, диски тоже пиздатые добавили. Их там, по-моему, немного, 6 штук где-то. Вот тоже хорошие диски, мне нравятся. Они реально красавчики, то, что диски добавили, реально молодцы. В том плане, то, что диски добавили, реально большое просто спасибо. Потому что, блядь, ну хоть шо-то в СТО добавили, потому что, ну дисков реально было мало. Тут хотя бы уже какое-то разнообразие появилось, поэтому... И вот получается еще один тюнинг-центр. То есть, нельзя сейчас не обвесы поставить. Два новых, как бы, бизнеса. Новых отдельных бизнеса. То есть, в принципе, вот таким вот образом. То есть, выглядит вот цена 35 миллионов. То есть, как я понимаю, на эти бизнесы будет аукцион. Я думаю, за них будут ставить очень большую сумму там. Я думаю, где-то по 2 миллиарда. Потому что, если они для обвесов сделали отдельный бизнес, значит, финка там будет довольно-таки хорошая. Возможно, больше даже, чем в СТО, понимаете? Поэтому, у кого есть бабосики, как бы, можете попробовать с аукциона забрать себе данный бизнес. Один из бизнесов. Кому там диски надо поставить, ребятки, залетяете в СТО разобаса. Как бы, скидочки стоят. Поэтому, с кайфом, можете поставить себе диски. Ну, и также добавили новые общаги для семей. То есть, одна, получается, в Арзамасе. И одна, по-моему, в Южном. Я тоже не знаю, как их там по GPS найти. Мне ребята сказали, что одна в Арзамасе есть возле вокзала. У них, как бы, резан функционал. Это не как особняк. Оплата штрафа. Здесь можем, как бы, почитать информацию про это здание. Мне интересно, сколько, в принципе, вообще эти квартиры стоят. Государство стоит 10 миллионов. Ну, в принципе, это реально недорого. Как бы, это то же самое, что семейный особняк. Только его урезанная версия, как бы. Также, ребятки, поменяли работу стробоскопов. Как я понял. То есть, есть, получается, выключить. Первый режим, второй режим и третий режим. Мы, получается, находимся в Ржевске. Ребятки. Это новый поселок. Как бы, это раньше была Корякино. Теперь это, в принципе, Ржевск. Так. Вот здесь еще аптека, получается, есть. Это у нас, да, новый бизнес. То есть, оружейку перенесли из Рублевки Южного. То есть, аптека, да, будет на аукционе. Это, как бы, новый бизнес. Посмотрим именно, как оно называется, тип дома. Во. Тип дома посмотрим. Тоже побегаем, как бы. Ну, видите, средний класс. То есть, это не будут коттеджи. То есть, многие думали, что это будут коттеджи. Но нет, ребята. Это будут просто обычные дома. Это не коттеджи. Просто обычные дома среднего класса. Ну, я думаю, потом можете класс, как бы, повысить. То есть, просто вот такие вот красивые домики в новом районе. То есть, это не коттеджи, ребята. Это обычные дома. Обратите на это внимание. То есть, вы здесь целостно счинить не сможете. Вы можете так вот пробежать. Здесь у нас находится рыбалка. То есть, причал. То есть, видите, здесь получается 7 килограмм рыбы. То есть, вот такой вот новый райончик возле Бусаева. В котором вы себе в будущем сможете приобрести дом. Сможете на аукционе забрать бизнес. Так. Эта дорога, как я понимаю, ведет уже именно в Бусаево. То есть, мы можем, как бы, поехать. Не, это старая завязка Бусаева. Все нормально. Все в порядке. Ее просто вот сюда вот перенесли. Не знаю, хорошо это или плохо. То есть, давайте, как бы, заправимся. Наконец-то. Так. Если по карте смотреть, получается. То есть, заправка у нас теперь находится между Бусаево. И, получается, между вот этой новой деревней. То есть, видите, они между ее поставили. То есть, я думаю, то, что здесь, в принципе, финка вырастет. И мы, благо получено, сейчас выезжаем именно в Бусаево. И здесь появилась транспортная кампания. Ну, видите, карту еще не переделали. То есть, по миникарте здесь, как бы, еще находится склад. Но здесь его, как бы, нету. И вот, переобразился еще 2.4 на 7. То есть, его тоже переделали. Но так, больше, я так понимаю, никаких изменений нету. Все, что, в принципе, я видел. Все, что я знал, я вам показал. Возможно, я что-нибудь пропустил. Но, в любом случае, я постарался сделать обзор максимально, как бы, полезный. Интересный. Надеюсь, что вам этот ролик понравился. Ставьте лайк, как бы, подписывайтесь на канал. Давайте на этом ролике, наверное, 200 тысяч лайков. 200 тысяч лайков. Ебать, я ебанутый. Вы что, ебанутый. Давайте на этом ролике, наверное, 200 лайков. Я вам буду просто максимально благодарен. Прям покажите на этом ролике хорошую активность. Все, всех обнял, приподнял. Вся информация в описании под видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.